Всем большой привет! Сегодня хочу вам показать декоративную косметику, которой я пользуюсь. И начну я с двух тональных средств, которые у меня сейчас в уходе в использовании. Первый это от Faberlic, естественная безупречность, легкий тональный крем. Оттеночек я брала самый светлый или даже он один. Я сейчас не буду врать, но и здесь я не вижу названия оттенка. Сейчас перлист. Легкое нанесение, ровный тон, естественный результат. Так оно все и есть. Мне нравится, я уже неоднократно говорила, что люблю легкие текстуры на коже. И легко разносится, легко тушуется, выравнивает тон кожи не больше, но мне в общем-то и больше не нужно. Я знаю, что многим этот тональный крем не нравится именно из-за своей легкости, но меня он полностью устраивает. Я вот не вижу SPF, вот если бы он еще был, тогда бы было вообще замечательно. Сейчас не могу сказать, есть ли он в каталоге, потому что уже давно не листала каталог Faberlic. В общем, меня он устраивает. И второй, схожий на него, это уже от марки HEMA. Подсвечивающий тональный крем, он уже идет с SPF 15, объем из 30 миллилитров. Так, где он у меня тут? Тоже светленький, как я люблю. Самый светлый оттенок, если не ошибаюсь. Так, не вижу оттеночек. Ну, или он в одном ли даже оттенке, тоже, как и от Faberlic. В общем, светлый оттенок. Очень приятный, такой бархатный на ощупь. Невесомое дает покрытие на коже. Отличный тональный средств. Вот сейчас я их два буду использовать. Точнее, уже начала, по крайней мере, от Faberlic и наслаждаться. Так, перейдем к консилерам и корректорам. Консилер у меня многим известный. Это Artvisage. У меня в 101 оттенке. Очень-очень его люблю. Для меня идеальное дает перекрытие каких-то недостатков. Нравится оттенок. Конечно, немножечко он светловатый, но мне это совсем не критично. Нравится, может, возьму на тон потемнее, на лето. Я уже в каком-то видео говорила. А так, отличный продукт. Вот у меня уже, наверное, чуть больше половинки израсходовано. И более плотное покрытие, если мне нужно, я использую от Stellar. Оттеночек 01, если будет тут видно. Очень белый, в карандашика. И вот он уже все какие-то, если есть погрешности на коже, он их перекрывает. Вот, посмотрите, я помазала венку, нанесла. Отличный консилер, но его много наносить не нужно. Он может скатываться, особенно если вдруг решите под глаза. Я попробовала, мне не понравилось. Он скатывается и подсушивает кожу под глазами. Поэтому под глаза однозначно нет. Так, теперь перейдем к пудрам. Сейчас я пользуюсь пудрой от Faberlic. Это воздушная фантазия, рассыпчатая пудра с сияющим эффектом. Для меня обычная пудра. Я от кого-то слышала, что якобы много дает сияния. Мне все нормально, достаточно. Тут удобное зеркальце, спонжик. Единственное, мне больше нравится эту пудру наносить кистью. Тогда она как-то более воздушная. Тут, наверное, вам не будет видно ее. Наносится оттенка, она практически никакого не дает. Слегка, ну не то что матирует, но закрепляет макияж. Мне нравится. Поэтому сейчас ей пользуюсь дома. А с собой в косметичке я ношу компактную пудру. Мне так удобнее. Это от Мак. Оттеночек Light. Это минеральная пудра. Очень она мне нравится. Она шла без спонжика. Я взяла спонжик от Мак. От другой пудры, которая у меня была. И вот ее наношу. Отлично она носится на коже. Она мне нравится, что не замыливается вот здесь от использования. Отлично и надолго матирует кожу. И оттеночек мой. В общем, хорошая пудра. Вот ее я ношу с собой. Жалко, что тут спонжик не предусмотрен. Но тем не менее, она с этим спонжиком хорошо закрывается. Ой, толкнула камеру. Извиняюсь. Так, слышите скрипки? Не обращайте внимания. Это у нас идет ремонт в доме. И очень сложно выкроить время, чтобы кто-то из соседей не поскреб, не посверлил. Так что приходится с этим мириться. Переходим к следующим продуктам. Вот такой троечки палетки от Faberlic, скульптурирующей. Сейчас я ей пользуюсь. Мне она нравится. С этой палеткой я не боюсь переборщить ни с одним из этих продуктов. Кто покупает Faberlic, наверняка уже знакомы. Это хайлайтер, румяна и бронзерли, скульптор. Вот они. У меня вот их насыщенность полностью устраивает. Мне не нужно, чтобы было больше. Мне не нужно, чтобы было меньше. Отлично все работает на мне. Я слышала, что кому-то в хайлайтере мало блеска. Мне достаточно. Я не хочу сиять как елка. Мне этого достаточно. Легкое сияние. На солнышке сверкает. Довольно деликатный бронзер или скульптор. Что это? Наверное, скульптор все-таки. Для скульптурирования. Да, это скульптор. Румяна очень приятная. В общем, хорошая палеточка. Она сразу совмещает в себе все три продукта и занимает меньше времени в косметичке. Ой, место. Поэтому мне она нравится. Так, для лица. Для лица, кажется, все. Наношу тональное средство. Забыла показать спонжиком от Fixed Price. Только он у меня тут плоховасто вымывается. Но, тем не менее, нравится. Довольно этим спонжиком. Мне кажется, он был у меня розового цвета. Но он быстро выленил. И теперь такого не очень приятного. Для бровей. Я забыла вам показать в фаворитах. Мой любимый карандашик от Vivienne Sabo. В четвертом оттенке. Я очень-очень им довольна. Мне нравится вот эта щеточка ершик. Которую очень удобно расчесывать бровки. Укладывать их. Мне нравится карандаш сам. Грифель. Я думала... Вот у меня его сколько осталось. Надолго хватает. Я переживала, что на пару месяцев. Слышала девочек, что очень быстро заканчивается. Нет. Нормальный расход идет. Отличный карандаш. Очень-очень им довольна. Легко прорисовывать им бровки, волоски. Все замечательно. И фиксирую я брови. Сейчас это вот таким фиксатором от Art Visage. Половинку уже использовала. Вот уже он такого у меня мутного, некрасивого цвета. Но свойства его не поменялись из-за этого. Хороший гель. Сюда его положу. Очень-очень им довольна. Остались у меня средства для глаз и для губ. Для глаз. Что я вам покажу? Конечно же, свою любимую базу от Evelyn. Быстренько просто вам покажу. Все стандартно. Очень удобная кисточка. Мне нравится. Силиконовая. С этой базой вообще можно не переживать насчет туши. Все будет замечательно. И сейчас я пользуюсь своей любимицей на данный момент. От Stellary Ultra Long. Думаю, наверное, уже она будет заканчиваться скоро. Такая не очень все-таки для меня удобная форма щеточки. Но качества самой туши претензий никаких нет. Отлично работает. Чуть-чуть у меня удлиняет. Объема я не вижу. Ресницы не склеивает. Нет паучьих лапок. Кому-то может это и минус. Для меня это большой плюс. Не проблемная тушь. Это мне самое главное. Не капризная. Для глаз я использую два карандашика в настоящее время у меня. Это вот такая малышка. Уже все, наверное, больше не буду затачивать. От Luxe Visage в шестом оттенке. Серый карандаш. Он идет с блесточками. Подвожу им нижнее веко. Очень красиво смотрится. Невызывающий, но тем не менее ресничный край подчеркнут слегка. И не тяжело, не утяжеляет, по крайней мере. И второй карандашик в черном цвете уже от Givenchy. Им я рисую стрелочку. На верхнем веке тоже довольно... Карандаш мягкий, но он не отпечатывается, как-то не размазывается. В течение дня хорошо носится. Отличный карандаш. Тени. Сейчас я себе отобрала две палетки. Первая от Catrice. Я ее как-то купила и немножко попользовалась и отложила. Сейчас, думаю, надо наверстывать. Все-таки не надо, чтобы она залеживалась. Сейчас это десятый оттенок. Название не буду коверкать. Вот, прочитайте. Потому что с иностранными языками я на вы. Палетка средней пигментации. Сразу вам говорю. Но я уже тоже неоднократно повторяла. Меня вообще пигментация в тенях не смущает, если они слабо пигментированы. Потому что чем сильнее они пигментированы, тем для меня сложнее их растушевывать. С этими тенями такой проблемы нет. У них средняя пигментация. Они легко между собой тушуются. Самое главное, что они не втушуются в грязь. И вот я достала эту палеточку. Единственное, вот этим темным оттенком я не пользуюсь. Темно-коричневый. Для меня он слишком темный. И подводить им у меня тоже некрасиво получается на веки. Поэтому не пользуюсь. А остальными тенями... Сейчас я сделаю вам сводчи. Так, вот первые три. Они достаточно ярко переносятся на кожу. Но на веки так они, конечно, не выглядят. Мне это, в общем-то, и не надо. Так, и последний оттеночек. Тут он у меня, конечно, немножко смешан. Вот он. Вся такая вот палитра. Ну и давайте уж, как хайлайтер, я его стараюсь в основном в уголок глаза наносить. Вот он. В принципе, неплохие тени, но мне все-таки больше нравится, если я всегда сравниваю Катрис с Эссенс, Эссенс тени мне ближе. Но так, это ходовая палеточка. Она не сложная, приятные оттенки взяла я себе. Вот с розовым подтоном тени. И взяла с коричневым подтоном. Так, сюда положу, чтобы ее видно было. С коричневым подтоном у меня очень много теней. И я выбрала по принципу в этот раз тени, которые у меня очень давно. Но и у которых, я подозреваю, уже, наверное, закончился срок годности. Потому что года 4, а может 5 этим теням. Мне очень нравилось. Ну и нравятся сейчас, продолжаем нравятся их оттенки из этой палетки. Это Эйвен Мокка Лате. Еще с круглыми рефилами. И я думаю, надо ее как-то заканчивать. Дырочек мало. Вернее, их нет. Есть небольшие углубления. Очень правильная палетка для меня. Подборка теней идеальна для меня же. Опять же, повторяюсь. Я люблю такие оттенки. Может, для кого-то они скучны и однообразны. Но у меня практически все в тени. В такой цветовой гамме. Но для меня они все неповторимы. Я люблю. И с удовольствием им пользуюсь. Так, вот эта палеточка. Напомню, вдруг кто-то забыл. Конечно же, наверное, у всех, кто на Ютубе, была такая палетка. Так что вот сейчас я ее взяла. И думаю, надо мне до зимы ее как-то закончить. Потому что уж очень она давно у меня лежит. А так выбрасывать ее жалко. Хотя на свойствах ее как-то не отразилось, что она уже старенькая. Но просто само осознание того, что это старая все-таки палетка, что ты что-то некачественное уже наносишь, неприятно. Поэтому я вот ей, наверное, попользуюсь немного. И придется с ней расстаться все-таки. И моя незаменимая и горячо любимая база от Мак. На 24 часа действия. Силиконовая. Вот она у меня уже заканчивается. Растягиваю. Надо вот поедем в Тюмень и ее купить. Вот она. Прозрачная. Минус для меня в ней только что она бесцветная. Все-таки, если бы она немножко была с оттенком и выравнивала бы цвет века, вообще цены бы ей не было. Она намертво держит все тени, которые у меня есть. У меня веки проблемные. Я уже тоже это миллионы раз говорила. Все куда-то у меня исчезает, растворяется, смешивается. Но эта вот база чудесным образом все это фиксирует на моих веках. Какой бы макияж я ни сделала там, все у меня прекрасно держится на веках. И сейчас я даже не планирую покупать что-то другое. Вот только эта база, пока она не исчезнет куда-то. И остались у меня средства для губ. Первое, что я вам покажу, это единственный у меня карандаш для губ от Pupa в третьем оттенке. У меня цветовая гамма помад практически все одинаковые. И поэтому я стараюсь подбирать карандашик, который подходит ко всем моим помадкам. Очень хороший карандаш, мягкий. Его можно носить отдельно как помаду. Никаких проблем не будет. И я себе сейчас отложила три помады. Много не стало, как-то распыляешься на них и мне так не нравится. Это две помады от Faberlic. Серии я вам не скажу, вот скажу только артикул. Это 43058. Не знаю, что за серия. Вот такая вот нюдовая помада. Давайте сюда я нанесу. Кремовая текстура, очень приятная, комфортная. Мне кажется, немножко даже ухаживает за губами. Нравится помада. Следующая от Faberlic. Артикул 4612. Это немножечко уходит в розовинку. Тоже спокойный цвет. Вот он. Это более таким с розоватым подтоном. Так. И третья помада уже матовый финиш от Estrade. Оттенок 01. Вот с таким спонжиком. Это уже чуть-чуть поинтенсивнее. Цветовая гамма та же, но немножечко поинтенсивнее. Неплохая помада. Она слегка, ну не слегка, но что уж говорить. Она подсушивает губы, немного их стягивает. Но мне понравился оттенок и хотелось плюс попробовать Estrade. Поэтому я взяла эту помаду. Ну и сейчас выбрала ее, чтобы не лежала просто так. Вот такую косметику я сейчас использую. Что-то я планирую использовать до конца. Что-то заменю. Тени Иван хочу использовать до конца. Ну, по крайней мере, какое-то время отведу и выброшу. Наверное, до зимы она у меня будет. Не буду ее убирать из своей косметички. Тональные средства и тушь у меня тоже идут до конца. И пудры. Ну и помады, наверное. Единственное, вот эту палеточку я потом, наверное, заменю какое-то время. Попользуюсь она мне. Все равно поднадоест. А так, в общем-то, ну можно сказать, все у меня будет использовано до конца. Карандашики я не собираюсь менять. У меня других и нет в наличии. Я как-то не покупаю про запас. Не вижу необходимости. Много у меня теней и помад. Но помада у меня улетает быстро. Где-то за месяц у меня одна помада уходит. Так что, наверное, из-за этого всего только тени будут меняться. Так что вот. Такая у меня косметика. А вам спасибо, что провели это время со мной. И всем пока-пока.